Лекция по Бхагавадгите, глава 4, текст 9, прочитанная его божественной милостью Аче Бхактивидантой Свами Прабхупадой, 29 марта 1974 года в Бомбее, Индия. Перевод. Тот, кто знает божественную природу моего явления и деяний, никогда больше не рождается в материальном мире. Покинув тело, он достигает моей вечной обители, Оарджуна. Душа перевоплощается из одного тела в другое. В этом наша проблема, ибо мы не знаем, как вырваться из колеса самсары. Современное образование не даёт знаний ни о душе, ни о теле, ни о переселении души. Сплошная тупость. Нигде в мире нет образовательного учреждения, где бы учили этой науке. Хотя для человека нет науки важнее. Мы должны остановить колесо перевоплощения. В своём изначальном духовном теле душа может перенестись из этого материального мира в мир духовный. Как я уже объяснял, духовный мир существует и занимает три четверти творения Господа. Этот материальный мир составляет лишь одну четверть. На нас, людях, лежит задача вырваться из плена материи и перенестись в духовный мир. Вот настоящая проблема. Это не проблема продовольствия. Проблему продовольствия никогда не решить. Пока вы находитесь в материальном мире, эти проблемы будут приходить и уходить. Они не вечны. Это объясняется в Бхагавадгите. Эти проблемы придут и уйдут. Они подобны сменам времён года. Это истинное знание. Не тратьте время на решение материальных проблем. Вам их не избежать. Например, если наступила зима, как сможете вы избежать холода, простуды? Невозможно. Но не стоит делать вывод, что, так как наступило очень холодное время года, вы можете не мыться. Нет, вы должны совершать омовение. Таков принцип цивилизации ариев. До сих пор в индийских деревнях бывает очень холодно. Но люди, тем не менее, рано поутру совершают омовение. Это традиция. Однако сейчас мы забываем о ней. Сейчас мы встаём в 7 часов, потому что стали очень образованными. А Монгала Аратрика нарушает наш покой. Вот результат прогресса нашей цивилизации. Однако если вы отправитесь в деревню, вы увидите, что жители встают рано поутру, купаются, надевают свежую одежду и повторяют Харе Кришна, сколько им позволяет время. Сознание Кришны до сих пор живёт в сознании индийского народа. Оно ещё не потеряно. И люди верят в следующую жизнь, в прошлую жизнь, в Бога, в Кришну. Они довольны своим положением, но нынешним лидерам это не нравится. Они хотят, чтобы люди пили и работали как ослы ради горсти пищи. Но не в этом наша проблема. Об истинной проблеме сказано здесь. Излечись от болезни рождения и смерти. Человеческая жизнь предназначена для того, чтобы вырваться из круговорота рождения и смерти. В этом наша настоящая проблема. Мы находим столько проблем. Но истинная наша проблема лишь в том, что мы вынуждены вновь и вновь рождаться и умирать. Сейчас людей учат тому, что после смерти жизни нет. Вам говорят, что вы живёте одну жизнь и нужно наслаждаться, пока есть возможность. Это теория настиков. Или атеистов. В Индии тоже есть много святых. Один из них по имени Чарвака. Был очень известным атеистом. Он проповедовал гедонизм. Дело в том, что в Индии считается большим удовольствием есть блюда, приготовленные на ги, лучи, пури, халаву. Поэтому Чарвака Муни говорит, займите деньги у друзей, если у вас нет денег. И до сута наедайтесь ги. Пока вы живы, живите в своё удовольствие. Здесь слово «сукхам» указывает на удовлетворение чувств. Но согласно ведической цивилизации, в чём состоит истинное счастье? Не в чувственных усладах. Оно выше материальных чувств. Из-за погружённости в материю мы считаем «индриани парани ахур». Мы думаем, что счастье — об удовлетворении чувств, сукхи. Те же, кто немного разочаровались в удовольствиях тела, становятся мудрствующими философами. Они пишут стихии, создают разные утопические теории. Так они тешат свой ум. Но это тоже нельзя назвать счастьем. Это счастье в уме. Если вы удовлетворяетесь умственным счастьем, вам придётся вернуться назад. Ассато. Истинная жизнь не в том, чтобы оставаться в этом временном мире, но в том, чтобы вознестись в истинный мир. Обо всём этом вы прочтёте в «Бхагавадгите». Таков итог. Ни услады тела, ни умственное наслаждение не сделают вас счастливыми. Это невозможно. однако, однако, если вы хотите себе счастья, вы должны подняться на духовный уровень и посвятить себя духовной деятельности. шукам-маттан-дхиканг-жаттат отиндрия-гра-йам. Отиндрия значит запредельное материальным чувством и уму. Итак, духовная деятельность — это преданное служение. Деятельность в отношениях с Верховной Личностью Бога. Бхакти-йога. Бхакти-йога как я уже объяснял, бхакти-йога начинается, когда мы забываем о своих отождествлениях с материи Сарвапады Винер Муктам. Вы должны перестать считать себя американцем, индийцем, брамином, кшатрием, шудрой, индусом, мусульманином. Ахам-брамасми я душа. Это истинное отождествление. И когда душа активна, иногда маябади-философы иногда слышу о том, что душа деятельна, философы маябади-философы заключают «Сейчас я постиг, что не являюсь телом, что я не материя, я душа, поэтому я стал нарайной, я стал Всевышним». Но нет, это тоже ошибка. Когда вы осознаете, что я неотъемлемая часть Верховного Брамана, пара-брамана. Я тоже Браман, но я не Верховный Браман. И поэтому мой долг служить пара-браману. Вот это истинная духовная жизнь. Это начало духовной жизни. пара-бхакти. Это настоящая духовная жизнь. Пара-апара. Пара-апара. А пара-бхакти, то есть на материальном уровне. как правило, в начале мы поклоняемся Божеству на материальном уровне, но продолжая делать это, вы постигаете свое духовное «я», и тогда вы перестаете смотреть на Божество, как на каменное или деревянное. Вы видите самого Верховного Господа. Вы можете говорить с Ним, получать наставления. Это начало. Мы должны учиться делать добро людям. Они забыли о своих отношениях с Богом. вы должны сочувствовать им. Они страдают, так как забыли о Боге. Так давайте же сделаем для них доброе дело. Разбудим их. Пробудим их сознание Кришны. Такова цель движения сознания Кришны. Это лучшее благодеяние для человечества. они забыли о Кришне. Они страдают. Поэтому, если вы пробудите их сознание Кришны, они станут счастливыми. например, сын состоятельного человека, позабыли о том, насколько богат его отец. Или он забыл, что отец оставил ему целое состояние. позабыв о своем истинном положении, он голодный, бродит по улицам. Вы можете позвать его и покормить, но так вы не окажете ему настоящего благодеяния, ибо оно временно. Но вы должны сказать ему, почему бы тебе не вернуться к своему отцу и быть счастливым, вы должны вернуть его к истинному сознанию, чтобы он вспомнил, что он сын очень богатого человека, что у отца огромное состояние. Такова миссия движения сознания Кришны, и об этом сказано здесь. Необходимо познать Кришну таттва-та воистину, неповерхностно. Кто такой Кришна? Кришна Верховный Лидер. Он Верховный Правитель, Совершенный Лидер, непогрешимый, неподверженный иллюзии, лишенный обмана. Его чувства совершенны. Мы должны идти за таким лидером, и тогда наша жизнь будет успешной. Но так как мы следуем за несовершенными лидерами, обманщиками, перед нами возникает столько проблем. Кришна говорит, Я уже объяснил значение слова «глани». Глани — это когда мы забываем Кришну. Тогда наша деятельность оскверняется. «гланица». Например, если слуга забывает, что у него есть хозяин, он деградирует. Он крадет, плохо управляет, все приходит в беспорядок. если же он осознает, у меня есть господин, и все принадлежит ему, если он действует соответственно, то все очень хорошо. Нам не известно ни об изначальном положении Кришны, ни о собственном изначальном положении. Знание о своих отношениях с Кришной называется самбандагья. У каждого из нас есть отношение. В 15-й главе Кришна говорит «мамай вам шо джива бхута». Например, сыновья являются неотъемлемыми частями отца, сын и дочь продолжение тела отца. Аналогично и мы экспансии тела Кришны. Мы вибинамша. Кришна распространяет себя в два вида экспансий свамша и вибинамша. Вибинамша это мы живые существа. Но так как мы забыли о Кришне, мы пришли наслаждаться в этот материальный мир и соприкасаясь с гунами материальной природы рождаемся в разных телах восьми миллионов четырехсот тысяч видов жизни. Однако если по милости совершенных преданных Кришны мы соприкасаемся с Кришной наша жизнь обретает успех. Вот о чем говорят эти строки. Так колесо перевоплощения души останавливается. пунар-джанма-наэти 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 не означает что душа закончена не подумайте, что слова пунар-джанма-наэти указывают на то, что душа прекращает существование. Нет. наше материальное тело наханя-те ханяманэ-шариры когда наше материальное тело разлагается и смешивается с питью материальными элементами землей, водой, огнем, воздухом это не говорит о прекращении существования души. Душа продолжает существовать и переселяется в другое тело. кармана-дайва-нат-трена под наблюдением внешней энергии а также верховного правителя мы переселяемся в другое тело, в тонком теле мана-буддхи аханкара. Но эти глупцы не знают ни о душе ни о процессе перевоплощения эта наука изложена в Бхагавадгите например мы не видим запаха однако когда ветер доносит до нас аромат мы его чувствуем точно так же мы можем почувствовать как переселяется душа эти методы описаны в Бхагавадгите поэтому наш долг познать Кришну Кришна приходит и уходит почему почему он приходит почему он действует почему он участвует в битве на Курукшатре почему он учит Арджун почему он танцует с гопией жизнь Кришны насыщена событиями мы читали книгу Кришна там изложено столько событий все они трансцендентные хотя может показаться что это обычное повествование о каком-то человеке но это необычные истории если вы просто читаете книгу Кришна хотя она может показаться сказкой вы вырываетесь из круговорота рождения и смерти эта книга так прекрасна ибо благодаря ей вы понимаете Кришну здесь сказано те кто серьезно относятся к чтению книги Кришна пытаясь постичь Кришну достигнут своей цели Кришна очень добр как только вы начинаете читать книгу Кришна имея небольшую веру и преданность Кришна будет очень вами доволен если вы стараетесь вдумчиво читать Бхагавадгиту или книгу Кришна Кришна в вашем сердце понимает теперь он всерьез желает понять меня вам не нужно искать Кришну он уже внутри вас вам просто нужно проявить немного серьезности Кришна пожалуйста надели меня знанием чтобы я смог постичь тебя буддхи йогом дадами там если вы серьезный преданный если вы любите Кришну поклоняйте если вы поклоняйтесь ему повторяйте его имя если просто последуйте этим четырем принципам если всегда думайте о Кришне о Кришне просто медитируйте вот что такое медитация медитация это созерцание образа Кришны куда бы вы ни пошли этот образ стоит у вас перед глазами если так думать о Кришне ваша жизнь успешна поэтому нужно смотреть на божество Кришны это благо для наших глаз уши следует занять в слушании о Кришне язык во вкушении остатков пищи Кришны Прасада нос нужно занимать в обонянии аромата цветка предложенного Кришне или Туласи так если вы займете все ваши чувства ноги пусть ведут вас в храм Кришны а не в кинотеатр где вы убьете свое время если вы займете этим все ваши чувства ваша жизнь будет успешной вы познаете Кришну Кришна очень добр он говорит направьте все свои чувства на то чтобы постичь Кришну с любовью и преданностью прити пурлакам любовь главный принцип в процессе познания Кришны но вы разовьете свою любовь например сказано додати парти гриф нати если придя в храм вы приносите что-нибудь для Господа патрампу чем что-то для Кришны, это не говорит о том, что Кришна нищий. Кришна может создать миллионы плодов и цветов. Он Атмарама. В своем удовлетворении он ни в ком и ни в чем не нуждается. Но хотя он так богат, он желает, чтобы вы тоже любили его и дарили ему что-нибудь. Он хочет этого, поэтому он приходит. Он не бедняк. Кришна владеет всеми богатствами. Ему постоянно поклоняются сотни и тысячи богинь процветания. В этом мире мы поклоняемся богине Лакшми, богине удачи. Мать, дай мне денег. Но это богатство тоже не остается с нами надолго. Лакшми называют чанчалой. Порой она благоволит вам, но затем покидает. Однако Кришна настолько богат, что миллионы богинь процветания служат ему. Так зачем он просит вас? Он просит из любви. Этим он хочет сказать, попробуй полюбить меня. Если ты так беден, что ничего не можешь предложить мне, хорошо, принеси мне небольшой цветок, небольшой фрукт. Мне будет приятно. Кришна так добр. Но, тем не менее, мы не пользуемся возможностью постичь Кришну. Только взгляните, насколько мы неудачливы. Лишь в служении можно постичь Кришну, никак иначе. Только если вы служите Кришне, он откроется вам. Если, пытаясь понять Кришну, вы пользуетесь одними своими чувствами и умом, но при этом лишены преданности, Кришна вам никогда себя не откроет. Умозрительные рассуждения не помогут мошеннику понять Кришну. Это невозможно. Все его деяния, дивия, трансцендентные, и при помощи грубых материальных чувств нам их не постичь. Это исключено. Поэтому Шастра говорит, «Грубыми чувствами Кришну не понять». Говоря о Кришне, мы имеем в виду Его имя, Его форму, Его качества, Его деяния, Его игры и так далее. Джанма-карма. Как же тогда познать Кришну Севан-муки-хиджихваду? Это возможно, если вы займёте свой язык в служении Ему, как рекомендуют Ведические Писания. Прежде всего, необходимо занять свой язык. Служение Кришне начинается с языка, потому что у языка две функции — издавать звук, говорить что-то и ощущать вкус. Займите свой язык повторением Святого Имени и прославлением Кришны, а также принимайте просад. Это две функции языка. Севан-муки-хиджихваду, ешьте Прасад Кришны. Бхактвинатта Кур говорит, язык очень привередлив, он желает наслаждаться разными деликатесами. Мы видели это. Человек уже насладился роскошным обедом дома, но как только он выходит на улицу, ну, пойдём в ресторан, закажем чашечку чая, ну, и ещё что-нибудь. Язык всё время требует. Ешь это, ешь то. Тебе это нравится. Если вы хотите держать язык под контролем, давайте ему Прасад Кришны. Дайте себе слово, не есть ничего, что не было предложено Кришне. Тогда вы сможете обуздать язык. Если вы сможете управлять языком, вы справитесь и с другими чувствами. Совершенство йоги заключается в управлении чувствами. Преданный Кришне — это лучший из йогов. Это подтверждает сам Кришна. Итак, это движение сознания Кришны помогает людям стать совершенными йогами, либо учит управлять своими чувствами. Мы не едим мясо, не употребляем одурманивающие средства, «не курим, не пьем чай». Это йога. Если вы научились зажимать нос, это еще не значит, что вы стали йогом. Ваша жизнь должна практически измениться. Иначе после занятий йогой вы подумаете, «О, у меня пересох язык, надо бы покурить». Это не йога. Курить ганджу, беги, употреблять алкоголь, наркотики, пить чай. Такая практика бесполезна. Йога подразумевает управление чувствами. Йога-индрия-самьяма. Практика йоги – это наука управлять чувствами и сосредоточение ума на лотосных стопах Кришны. Вот что такое йога. Дьяна-вастита – медитация. Постоянно созерцать лотосы стоп Кришны. В наше время придумано столько способов медитации. Люди стремятся увидеть какой-то свет. Всё это вздор. Дьяна-вастита-манаса – погружение ума. Вот что такое настоящая йога. Медитация. Нужно сказать, что медитация не предназначена для нашей эпохи. Медитация предназначена для сатья-юги. Как говорится в том стихе? Крите, значит, сатья-юга. Все люди были парамахамсами и прекрасно владели своими чувствами. В те дни они могли практиковать медитацию. В наше время наш ум настолько обеспокоен, у нас столько тревог, сейчас невозможно заниматься медитацией. Вероятно, ещё остались пару человек, кто на это способен. По-настоящему медитировать, значит, думать о Кришне. Вот настоящая медитация. Так, если мы будем жить по принципам бхакти, йоги, тогда Кришна откроет нам Себя. Если же вы лишь философствуете, стараясь понять Кришну с помощью так называемого образования, это вам не поможет. Займите служением Господу свой язык, и тогда Он явит вам Себя. Это откровение, это не выдумка. Выдумщики не смогут познать Кришну, на только истинные преданные. Посвятите себя служению Господу 24 часа в сутки. Следуйте либо всем этим девятим методам, либо восьми, семи, шести, и даже одному. Например, Махараджа Парикши посвятил себя одному лишь слушанию, и он достиг в этом совершенства, лишь слушая Бхагаватам в изложении Шукадева Госвами. А Шукадева Госвами стал совершенным, тоже лишь пересказывающим от Бхагаватам. Это тоже Киртан. Прохлад Махарадж. Из-за своего отца прошел через столько трудностей. Он был беззащитным пятилетним мальчиком. Негодяй отец. Всячески издевался над ним. Что же делал Прохлад? Просто думал о Кришне. Есть множество методов. Если вы воспользуетесь одним из них, ваша жизнь будет успешной. Если вы просто будете думать о Кришне. Кто может познать? Йоджанати Татватах. Тот, кому Кришна явит себя. Как только вы познаете Кришну, вы больше не родитесь в этом материальном мире. Вам приходится испытывать на себе тройственное страдание, так как вы заключены в материальное тело. приспосабливаясь. Вы, глупые, пытаетесь найти здесь счастье. Это невозможно. Потому что, как говорит Кришна, Дух Халая Маша Шватам, это место страданий. Как можно здесь стать счастливым? Это иллюзия. Вы никогда не станете счастливым в материальном мире. Пытаясь найти счастье в политике и социальной деятельности, в том или ином. Вы попусту тратите свое время. Это не поможет. Вам необходимо принять своим лидером Кришну. Тогда вы будете счастливы. Если вы пойдете за негодяями и глупцами, вам не видать счастья. Это демоны. Они испортят вам жизнь. Это демоны. Сегодня вечером один джентльмен рассказывал про Ахмеда Бат, где студенты сожгли много автобусов. Молодежь сейчас неуправляемая. Это происходит по всему миру. Из-за беспринципных лидеров люди разочарованы. У руля общества становятся мошенники и глупцы. Хотя они не способны руководить. Если вы желаете себе счастья, сделайте своим лидером Кришну. Спасибо вам большое.